МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вы говорите, нет в жизни справедливости. Такие есть немного. И вот именно в этот момент хочется передать персональный привет Путину. Но что там, дед, как дела с демилитаризацией? Продвигаются? Потому как очень странно получается, НАТО еще и не думало в войну вступать, а кто-то уже и стратегические бомбардировщики теряет. Он подать в бой, кидает на дом, что ли? При этом очень забавно наблюдать, как же нелепо пытаются сгладить подобные залеты кремлевские пропагандисты. Да что там, они, как обычно, не стесняются танцевать на костях своих же типа героев. Такие новости происходят, что закачаешься. Но хочу привлечь ваше внимание наряду со всеми проблемами и событиями, которые у нас произошли, да, даже вот сегодня. И падение ту нашего, слава богу, весь экипаж жив-здоров. Слава богу, весь экипаж жив-здоров. Ну, тес, чё кому не ясно? Потерь нет. Все летчики живы-здоровы, попивают чайок и посмеиваются над глупыми украинцами. И просто вдумайтесь, друзья, что чувствуют в эти минуты родные крякнувшего командира Ту-22М3. Причем его смерть подтвердили с самого начала. Если всё действительно так, как есть, по отрывочным сведениям, командир экипажа свою звезду заслужил. Хоть и посмертно. Более того, целый ряд российских источников заверяют, что погиб не только командир, но и ещё один член экипажа, чьё тело даже не могли найти. Получены уточнённые данные по происшествию с российским военным самолётом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаются болезнования его родным и близким. Поиски четвёртого лётчика продолжаются. А теперь скажите, мог бы об этом не знать Кеосаян? Да, конечно, не мог. Все же читают одни и те же телеграм-каналы. И здесь всё просто. Для пропагандистов оболваненный народ важнее, чем память тех, кого они же лицемерно называют солью земли русской. Это и есть наши русские воины. Это и есть наши бойцы, наши защитники. Наша гордость. Соль нашей земли. Да-да, мамочка. Ваш Ванька, конечно, соль. Только вы это о его кончине-то помалкиваете, да? А то ж можно и по статье о дискредитации армии загреметь. А ещё семье Ваньки стоит помалкивать о том, что перед смертью этот летающий чмоня ракетой мирных жителей убил. В том числе и детей. Днепр-вокзал. Последствия стрела утрешнего. А теперь игра на внимательность. Вот что вы сейчас своими глазами видите на экране. Ну, мы подскажем. Во-первых, горящий жилой дом, где ракетой снесены верхние этажи. Я видела, как ракета летит. Я как раз в 4 утра встала, чтобы кушать, готовить. И все окна, стёкла влетели. Как раз мне в лицо я успела увернуться, чтобы бежала в зал спасать детей. А вот это уже кадры непосредственно с вокзала. Не нужно быть экспертом в железнодорожном деле, чтобы точно сказать, на путях стоит сгоревшая электричка. То есть зафиксировали, да, куда прилетела? А теперь мы вам расскажем, что на этот счёт рассказали россиянам. Где там старина Басурин? Давай уже, Бася, в кои-то веки снова у тебя звёздный час. В Днепропетровске удар по трём эшелонам ВСУ. Два с личным составом из мобилизованных ИТРО с Закарпаття и Ровенской области. Число погибших устанавливается. Один состав с боекомплектом и разнообразной западной техникой. Чё кому не ясно, да стали уже врать укрыт. Да, на вид это, конечно, сгоревшая электричка, но на самом деле это замаскированный натовский эшелон. Все же в трансформеры играли. Но вот это ровно та же история. Садишься с ведром и лопатой в собаку на дачу съездить, а через пару станций тебе негры-наёмники улыбаются, а в проходах боекомплект лежит. Там может быть партия техники, которую продала Украине Турция. Кстати, очередной же с доброй волей оценили в Кремле. Железнодорожный узел Днепр подлежит восстановлению, но это на месяц минимум при учёте отсутствия новых ударов. При этом нельзя не удивляться, за какой же скот эти товарищи считают своих зрителей или читателей. Божечки, до 10 лет война идёт, и даже дети трёх лет отлично знают, что если случается прилёт в боекомплект, а тем более целый поезд снарядов... Один состав с боекомплектом и разнообразной западной техникой. Скрыть это невозможно, потому как фейерверк будет на весь город. Кому нужны пруфы, можем напомнить, как в оккупированном красном луче в склад БК в своё время прилетело. Детонация была несколько часов, а взрывной волной снесло пол района. Вместо этого, согласно официальной информации, железнодорожный вокзал Днепра возобновил работу через несколько часов после окончания обстрела. Так кого ты там, Бася, подбил? Ну, кроме печени после очередной чекушки. Больше 15 лет я занимался переработкой химии, так называют. И здесь есть ещё один показательный момент. Пропагандисты так спешили поделиться победами с уропатриотами, что банально забыли договориться, чтобы врать одинаково. И пока Басурин заливал всем про натовский эшелон, военкор-код с одним движением языка стёр в пыль целое локомотивное депо. В Днепропетровске ювелирно обнулили локомотивное депо. Объективный контроль в лице местных жителей подтверждает чёткость работы российских ракетчиков. Удар пришёлся по локомотивному депо Днепропетровска. Как видно, серьёзно повреждены и инфраструктура, и сами локомотивы. И просто вдумайтесь, друзья, за поребриком вообще никого не смутило, что обе надёжные версии прямо противоречат друг другу. Ну а чё? Чем больше прав, тем лучше. Можно хоть штук 20 по одному событию, и каждый из них глубинный народ будет хлопать одинаково громко. Ну чё, дебила вообще? Вы что вообще, с ума посходили? Хотя, если на время абстрагироваться от постоянного вранья, то нельзя не отметить и некоторые позитивные сдвиги в кремлёвской пропаганде. В кои-то веки Останкинским балаболам надоело корчить из себя святошь, а потому, чем дальше влез, тем меньше лицемерных слов о спасении украинцев. Нам, российскому, многонациональному народу, суждено спасать человечество. Это не война с Украиной в том смысле, что не война с украинским народом. Это война за освобождение украинского народа. То есть россияне наконец-то сорвали маски и показывают себя такими, какими они есть. И да, контент стал в разы более людоедским. Но, по крайней мере, это честнее, чем ночами убивать ракетами спящих людей, а утром петь сладкие песни, как «Путин, прости господи, братский народ спасает». Не случайно эта военная операция называется «Спасение». Получается, раньше кураторы просто запрещали пропагандистам озвучивать свои реальные желания. А теперь, как мы понимаем, эти запреты сняты. И вот уже в эфире два латентных маньяка долго и нудно обсуждают, как бы выжить харьковчан из родного города. Надо просто вырубить всю инфраструктуру, горячую воду, холодную воду, газовое снабжение, электричество. И все. И многоэтажки, они встанут. Соответственно, люди из них начнут уходить. Мол, оставить Харьков без света – это, по их мнению, хорошо, но мало. Надо еще и воду отрубить, чтобы уж точно гуманитарная катастрофа была. А где же вы, ребятки, с такими откровениями в 2014 году были? Че ж молчали? Сдерживали себя? Глядишь, и излечилась бы Украина раньше от ватного вируса. Да и в России, че уж говорить, многие бы прозрели до начала так называемой спецоперации. Ведь реально, если вспоминать публичных людей, лишь единицы еще в 2014 году поняли, к чему идет дело. Помните, как Макаревич типа фашистом в детском лагере Светогорска пел? Музыкант дал концерт в Донбассе, в Светогорске, занятом украинскими силовиками. Выступил по приглашению карателей. А вот остальные выступали и пели в соседних студиях с Соловьевым, Киселевым и Симоньян. А то и гостями на эфиры ходили. Нет, лучше, конечно, поздно прозреть, чем никогда. Но вот хоть как-то противостоять придворным халуям теперь в разы сложнее. Посмотрите на ту же Симоньян. Бездарная хабалка с Адлерского базара спустя 10 лет от активной прокачки мозгов населению приходит на эфиры а-ля вершительница судеб. Вот сидит такой какой-нибудь Пугалкин или какой-нибудь Макакашин, знаешь, коллективный, такая смесь Макаревича с Кашиным. Сидит у себя в дождливом Лондоне и подступает к нему страшная тоска. И эта предательская ужасная мысль. А что же я сделал? А может быть, я что-то сделал не так? Зачем же я уехал? Был бы я сейчас на своей родине. Я же гений на белом коне. Я бы пел сейчас в унисон со своей страной. Казалось бы, какое тебе дело вообще до людей, которые выехали? Забудь и занимайся своей помойкой. Но нет же. Во всех людоедских режимах пропаганда строится не на конструктиве, а на ненависти к кому-то. Сегодня это украинцы, завтра западные буржуи. А вот и очередь выехавших россиян настала. Это сборище уродов. Когда родину они предали, им плохо. И они поэтому выглядят все хуже, хуже, хуже. А ведь эти люди еще недавно кому-то казались властителями дум. Абсолютно переставшие следить за собой в старости, ставшими невыносимыми. Ну вот просто некрасивая старость у этих людей. Смотришь на Лазарева, ну да, возраст, никто не властен. Но хотя бы ухаживать за собой можно? Но на это же смотреть невозможно. И зажрачивать вот этот монгайд, который уже просто трещит по швам. Ну сколько же можно в одну калитку жрать? Дело в том, что глубинный народ, не имея от войны ничего, кроме гробов и геморроя, должен бодриться от того, что кому-то якобы еще хуже. Подумаешь, Манька, война, нищета и потопы делятся мнением с женой ура-патриот Ваня. Зато мы с тобой по родине не тоскуем, как беглые гаврики. Пусть знают предатели, как Путина не любить. И вот этот могильный холод, возможно, совершенной ошибки, накрывает его. И сразу он представляет себе виселице, психотерапия. Слева висит Соловьев, справа висит Симонян. А по центру даже страшно, кто в его сладостных мечтах висит, его отпускает. И он идет в паб, заказывает себе пинту Эля, пережаренные пресные трески. Ой, ну да, Маргарита, и пьют выехавшие повально, и талант уже не тот. Ну ты посмотри, как исписались все, даже Слепаков, которого я всегда считала невероятно талантливым человеком. Парни, в отличие от Галкина, Слепакову было что сказать. Но то, что мы его видели, это просто так плоско. Причем про талант слышать особенно смешно от представителей страны, которая прошла путь от условного ДДТ до додика шамана. Впрочем, в глубине души и Симонян ей подобное все отлично понимают. Просто работа такая – дровишки в костер ненависти подбрасывать и себе любимым цену набивать. Вы будете смеяться, но за Марго и Соловьевым киллеры якобы табунами бегают. Они же на протяжении многих лет пытаются, в том числе физически, меня устранить. А я к этому отношусь очень спокойно. Во-первых, ну я и так старый, то есть я много лет пожил, и все равно когда-то из этой жизни уходить. Ну даже если моя смерть перейдет к тому, что ненависть к ним вырастет еще больше, и будет принято решение, наконец, введение сутоплацовских методов и уничтожение этих подонков, ну, значит, пусть так и будет, знаешь. Сразу вспоминаются десятки приколов про неуловимого Джо. Ну, того самого Джо, который был неуловимым только потому, что нафиг никому не нужен был. С останкинскими крикунами все ровно так же. Скажем больше, Украине все же повезло, что именно эти люди оказались у руля всей российской информационной политики. А ведь поставь Путин кого-то более талантливого, Украине было бы куда тяжелее. Поэтому весь кремлевский отдел кадров убедительно просим продвигать и далее Соловьева и Симоньян. Ничего личного. Просто реальная шариковщина способна умножить на ноль даже самые космические бюджеты. И нас всех это более чем устраивает. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!